Вопросы заседания оперативного штаба. Минздрав упорочен на проработать вопрос с поставкой вакцины от коронавируса в республику. Наилучшие пожелания в честь профессионального праздника. Сегодня отмечается День дипломатического работника. О вреде электронных сигарет отдел по делам несовершеннолетних проводит профилактические беседы со школьниками. Президент Анатолий Бибилов поручил Министерству здравоохранения проработать вопросы вакцинации против COVID-19. Поручение дано в ходе заседания оперативного штаба по противодействию и распространению коронавирусной инфекции. Отмечено, что данный вопрос необходимо проработать с российскими коллегами. Соответствующая договоренность имеется. Подробности в репортаже Зарины Кочевой. Глава государства позитивно оценил снижение роста больных новой коронавирусной инфекции в республике. Вместе с тем Бибилов призвал профильные министерства продолжить эффективно противодействовать угрозе. Я бы хотел, чтобы вы, Георгий Федорович, Марина Мухаровна, чтобы не снижали вот эту ответственность в борьбе с коронавирусом. Анатолий Бибилов поблагодарил медперсонал и всех, кто обеспечивал соблюдение карантинных мер за самоотверженный труд в условиях борьбы с пандемией. То, что эффективность борьбы с коронавирусом есть, то, что наши медицинские работники по-прежнему борются, и причем, повторюсь, эффективно борются с ковидом, это налицо. Я еще раз хочу, Георгий Феликсович, передать через вас всем огромное слово благодарности за тот труд, который делают наши врачи, в особенности те, которые находятся в красной зоне. Я бы хотел еще раз передать вам огромное спасибо и подчеркнуть, что если бы не их самоотверженный труд, то бы, конечно, проблем было бы гораздо больше. Президент поручил Минздраву проработать вопрос реабилитации граждан, переболевших коронавирусом, и до 25 февраля представить предложение. Более того, Георгий Феликсович, мы с вами разговаривали, и еще раз хочу сказать, чтобы проработали вопрос по реабилитации тех людей, которые проболели ковидом. В первую очередь, тех, которые перенесли это в такой тяжелой форме. Это обязательно надо сделать, и не надо откладывать в ближайшее время. Вы подготовьте предложение, входит до списков тех людей, которых мы должны отправить на реабилитацию. Мы возможности мы найдем для того, чтобы те наши больные, которые среди тяжести, тяжелые, которые перенесли их, все-таки обязательно прошли реабилитацию в санаториях Российской Федерации. К началу следующей недели уже перечень лиц, в том числе и медицинского персонала, согласно вашему заключению, перечень лиц, которые мы можем рассматривать в качестве получателей вот такой помощи. И готовить уже непосредственно, формировать, прорабатывать логистику, отправки их до места прохождения реабилитации. Это учреждение санаторий курортного типа. И, соответственно, партиями, определиться просто по партиям. Минздраву поручено проработать вопрос и с поставкой вакцины от коронавируса в республику. Надо проработать вопрос о том, что у нас есть запрос на вакцины. Это очевидно. Меня лично многие спрашивали, что там с вакциной. Почему? Потому что люди, которые не переболели, они, конечно, не желают, чтобы в дальнейшем они заболели. И, конечно, хотят, чтобы сделали вакцину. Поэтому проработайте, пожалуйста, с российскими коллегами. У нас есть договоренности. На приобретение вакцины мы закладывали средства из второго транша, который пока ввиду отсутствия возможности поправок, внесения. Он пока не втапливен. Но в любом случае мы прорабатываем вопрос с Министерством здравоохранения Северной Осетии о вакцинации контингента граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории. То есть республика Северной Осетии Аланья готова была оказать такую помощь. Единственное, что по согласованию с Минздравом России тоже на следующей неделе ответ у нас будет уже. Обязательно. Главный санитарный врач страны Марина Кочиева рассказала об эпидемиологической ситуации в республике. За весь период эпидемии проведено исследование 16690. Это данные на вчерашний день, утренние мы еще не обработали. Выявлено 2901 случаев ковид-положительных, лабораторно подтвержденных. Снято с учета, значит, на сегодняшний день 2067 и остается под наблюдением, это в амбулаторных условиях и в условиях стационара 834 человека. Выявляемость стала немного меньше. То есть постепенно идет у нас снижение, но, конечно же, больные есть. Большое внимание санитарное ведомство страны уделяет школьным и дошкольным учреждениям. В случае выявления больных закрываются группы или классы. На сегодняшний день у нас выпить процесс вовлечения ряд школ в городе и детских садов, ну а также, значит, в Знаурском детском саду и в Треногарском школе. Ну, эту работу мы будем продолжать. И в случае необходимости, значит, классы будут закрываться на карантин на 14 дней. Марина Кочева отметила, что регистрируется и случай заболевания сезонной ОРВИ. Регистрируется и грипп, и ОРВИ, и есть, опять же, ряд школьных и дошкольных учреждений, где уже превышает 20-процентный порог. Но мы на этой неделе проверим вот ту информацию, которую получаем из данного ведомства, для того, чтобы в дальнейшем уже принимать меры. Президент поручил продумать меры по недопущению роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. И сегодня же оперативный штаб отменил рекомендации по ограничению массовых мероприятий. Все остальные ранее принятые рекомендации, в том числе и по соблюдению масочного режима, сохраняются с целью недопущения распространения вируса на территории Южной Осетии. Зарина Кочева, Александр Кочев, Тамерлан Кусраев, информационный выпуск сегодня. Медики и иные работники, осуществляющие деятельность в красной зоне РММЦ, получат стимулирующие выплаты. Решение о выделении средств на эти цели около 6 миллионов рублей принято на сегодняшнем заседании правительства. Глава государства поручил профильным ведомствам выплачивать надбавки медикам ежемесячно без задержек. Какие еще вопросы рассмотрены кабинетом министра в нашем материале. Правительство Южной Осетии выделило порядка 6 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. Мы предлагаем из Визирного фонда правительства Республики Южная Осетия выделить 5 миллионов 882 тысяч 434. Это расчеты, которые произведены самим бюджетным учреждением, перепроверенным Министерством травоохранения. Предлагаем поддержать. Президент поручил профильным ведомствам выплачивать стимулирующие надбавки медикам без задержек. В начале каждого месяца они должны получать свои деньги. Надо организовать работу так, чтобы ни о какой задержке на выплаты медикам не было вообще. В ходе заседания правительство одобрило поправки в налоговый кодекс Южной Осетии. Изменения направлены на поддержку иностранных инвесторов в республике. Речь идет о том, чтобы стимулировать приток российского капитала на территорию Республики Южной Осетии. Речь идет о том, чтобы стимулировать создание рабочих мест, что для нас очень важно. Президент отметил значимость внесения поправок в налоговый кодекс. Руководство страны не раз заявляло о поддержке инвесторов. По словам главы государства, поддержка должна наращиваться. Что касается конкретной организации ДТК, то, как мы с вами знаем, инвестиции, которые вложила эта группа в Республике Южной Осетии, они довольно-таки серьезны. Мы и до этого говорили, что будем оказывать всяческое содействие тем инвесторам, которые входят в Республику Южной Осетии. В данном случае, что касается ДТК, хочу здесь еще раз развеять все слухи вокруг этой компании. Компания не закрывается, не закроется. И в то же самое время правительство все будет делать для того, чтобы компания развивалась, развивалась и увеличивала по возможности рабочие места. Мы еще раз можем отметить, что довольно-таки большое количество людей заняты в работе ДТК. И, конечно же, мы благодарны руководству ДТК за те инвестиции, которые они вложили. И за то, что они уже долгое время находятся на рынке Республики Южной Осетии и довольно-таки эффективно работают. Правительство утвердило и постановление о допуске к участию в дорожном движении транспортные средства, зарегистрированные в Грузии и принадлежащие гражданам Южной Осетии, проживающим в Ленингорском и Цаусском районах. Постановление даст возможность указанным гражданам передвигаться по всей территории Южной Осетии на законных основаниях. Для того, чтобы для этих людей создать максимально комфортные условия для регистрации своих автомобилей на территории Южной Осетии, чтобы не было необходимости искать выходы в Грузию, снимать с учета. Они в любом случае не выездные, как говорят, здесь они находятся, наши граждане. И, конечно, пойти навстречу им необходимо. Поэтому я дал поручение, чтобы проработали. Я думаю, что это правильный шаг. Я думаю, что это даст возможность нашим гражданам ехать беспрепятственно по всей территории Республики Южной Осетии на абсолютно законных основаниях. Так как с Республикой Грузия у нас никаких правовых на сегодняшний день отношений нет. Из резервного фонда правительства выделены средства на оказание помощи жителю села Корньзнаурского района и Налу Тасуеву. Дом Тасуева вместе со всем имуществом сгорел во время пожара в декабре прошлого года. Зарина Кочиева, Александр Кочиев, Тамерлан Кусраев, информационный выпуск «Сегодня». Сегодня сотрудники Министерства иностранных дел России в очередной раз отмечают свой профессиональный праздник – День дипломатического работника. Этот день чтят в посольствах, генеральных консульствах, представительствах России при международных организациях за рубежом. По традиции, профессиональный праздник дипломатии – это повод для оценки сделанного, подведения итогов и определения будущего направления работы. Сегодня, 10 февраля, в Российской Федерации отмечается День дипломатического работника. История празднования этого дня берет начало из далекого XVI века. На троне государь всей Руси Иван Грозный. Его имперские амбиции и стремление к расширению границ своих владений не знали преграды конца. Именно при нем учреждается посольский приказ, так называлась первая в истории России служба, которая занималась иностранными делами. Как раз в документах тех лет название ведомства встречается рядом с датой 10 февраля. Однако, 10 февраля не является днем учреждения ведомства, а всего лишь первым упоминанием дипмиссии в документообороте Руси. Более ранних записей обнаружить не удалось, но первые дипработники появились на Руси задолго до Ивана Грозного. В связи с этим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным праздник был учрежден именно в этот день, в 2002 году. Сейчас Министерство иностранных дел России насчитывает 12 тысяч сотрудников по всей планете, включая страны со сложной военно-политической обстановкой. Мы празднуем праздник, день дипломатического работника. Этот праздник уже празднуется много лет. Я скажу, что дипломатическая служба России имеет многовековую историю. Но самое главное, что дипломаты во все время отставили интересы российского государства. И сейчас наши дипломаты во многих уголках мира достойно отставят наши позиции, продвигают интересы Российской Федерации. Не исключение, безусловно, и Республика Южная Осетия. С первого дня существования посольства России на территории Южной Осетии у нас налажены очень плотные контакты с руководством Южной Осетии. И тому подтверждение около 120 подписанных соглашений и различных документов, которые позволяют развивать наше строительство по всем направлениям. Эта работа продолжается идти, она и идет сейчас. Я думаю, что в этом году тоже будут подписаны документы, которые позволят более комфортно жителям Южной Осетии жить, получать определенные льготы. И приближать, приблизить уровень своей жизни к стандартам Российской Федерации. Это отрадно, мы этим занимаемся очень плотно. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Южной Осетии Дмитрий Медоев направил поздравительное послание министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову по случаю праздника. Я направил приветственный адрес министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Викторовичу Лаврову, которым поздравил и министра, и всех сотрудников Министерства иностранных дел с профессиональным праздником. Я хочу воспользоваться настоящей возможностью, чтобы также поздравить российских дипломатов, которые трудятся здесь у нас в Южной Осетии, пожелать им здоровья, пожелать им всего наилучшего и успехов в их нелегкой дипломатической работе. Большую роль в становлении и юго-осетинского государства внесли дипломатические работники. Исторические пути, которые пришлось пройти осетинскому народу с российским, не могли кануть в глубине веков и раствориться в истории. Осетия в те далекие годы терпела притеснения и все чаще с надеждой обращала взгляд на Российскую империю, потенциальный союз с которой оказался возможным. И по сей день дипломатические служащие Российской Федерации трудятся во имя мира юго-осетинского народа. Марьяна Чочиева, Рауль Кочиева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск. Сегодня. Президент Анатолий Бибилов поздравил министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника России. Глава государства отметил, что в Южной Осетии высоко оценивают взаимодействие и высокое качество сотрудничества с российскими дипломатами. Анатолий Бибилов пожелал Сергею Лаврову всем сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел Российской Федерации крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и успеха в деятельности на благо России. Другим темам. За последнее время выявлены случаи курения электронных сигарет школьниками. Рост популярности электронных сигарет растет по всему миру. Они есть в свободной продаже и доступны детям. Несмотря на запрет продажи подросткам табачных изделий и алкогольных напитков, некоторые все же продают данный вид товара. С целью разъяснения учащимся об их вреде, отдел по делам несовершеннолетних при МВД проводит в школах столицы профилактические беседы. Отдел по делам несовершеннолетних проводит в образовательных учреждениях столицы профилактические беседы о вреде электронных сигарет, которыми все чаще пользуются и несовершеннолетние. Играя с ароматизированным паром, выпускаемым из легких, подростки даже не задумываются, какой вред наносят своему организму. У подростков очень быстро появляется зависимость к электронным сигаретам, которая со временем трансформируется в классическую табачную зависимость, отмечает инспектор по делам несовершеннолетних Лали Гатаева. Мы наблюдаем за последнее время тенденцию к электронным сигаретам. Это так называемые маскинги и вейпы. Почему-то люди думают, что они безвредные. Товарищи, безвредных сигарет не бывает, тем более электронных. Туда входит никотин и много канцерогенных веществ, которые могут нанести вред, несомненно, подрастающему организму. К сожалению, опять-таки, продавцы и недобросовестные предприниматели в целях наживы продают несовершеннолетним данную продукцию. Детский организм неизменно страдает от курения электронных сигарет. Так называемые вейпы и их влияние на людей до сих пор исследуются. Однако уже удалось прийти к выводу, что вред от парения электронной сигареты воспринимается детьми значительно острее, нежели взрослыми. Употребление электронных сигарет негативно сказывается на легких печени, сердечно-засудистой и нервной системах. Уровень успеваемости падает, снижаются физические показатели. Подросток становится более раздражительным, наблюдаются частые перепады настроения. Рост популярности электронных сигарет растет по всему миру. Сейчас мировой рынок электронных сигарет оценивается в 22 миллиарда долларов. Пять лет назад этот показатель был на 4 миллиарда меньше. Больше всего электронных сигарет продается в США, Японии и Британии. В связи с этим мы доводим до сведения детей, подростков, чтобы не приобретали вот эти электронные сигареты и само собой вообще сигареты. Но почему-то, ну понимаете, ребенок, он и есть ребенок, чтобы для него все интересно. Ему хочется попробовать. К сожалению, потом получается так, что организм, он такой, что имеет привлекание. Я бы рекомендовала родителям, чтобы они все-таки больше контролировали. Ничего страшного не случится, если там портфель, фукузак посмотреть, лишний раз карманы тоже посмотреть, потому что дети, они есть дети. Продавцы магазинов предупреждены о запрете продажи несовершеннолетним как табачных изделий, так и алкогольных напитков. Но несмотря на это, некоторые все же реализуют данный вид товара подросткам, не задумываясь о негативных последствиях. В отношении таких продавцов будут приниматься штрафные санкции. Все продавцы продуктовых магазинов предупреждены под соответствующие расписки. Но, тем не менее, есть недобросовестные продавцы, которые, к сожалению, продают детям как алкоголь, так и табака, содержащие сигареты. Согласно закону кодекса административного, будут привлекаться к административной ответственности предприниматели, которые будут замечены. Как добавила Лали Катаева, за каждым ребенком невозможно уследить. Они находят способы приобретения электронных сигарет. И решить этот вопрос может только запрет на ввоз данного вида товара на законодательном уровне. Цель, цель, вот моя, министр образования, педагогического коллектива, сообщества педагогического, родительских комитетов. Все-таки мы хотим, ну, если есть возможность, а я думаю, что это возможно, на законодательном уровне, чтобы это все запретить. Запретить, потому что профилактика, а есть профилактика, не уследить тут человек за каждым ребенком, это сложно. Сложно также, ну, оштрафовали продавца-предпринимателя. Ничего страшного, он найдет выход, как эти деньги обратно заработать, грубо говоря. Если будет закон на законодательном уровне, это будет легче сделать, потому что, во-первых, проводить их на территорию республики будет сложно. Курение электронных сигарет – самое обычное проявление никотиновой зависимости. И уже с малых лет нужно рассказывать ребенку о вреде, который наносится здоровью при употреблении этих и других видов сигарет, а также разнопрасных препаратов. Анжела Кукоева, Вадим Габараев, Ашсен Гассиев, Азамат Кудзеев, Фатима Кумаридова. Информационный выпуск сегодня. Информационный выпуск продолжают новости спорта. Воспитанник школы бокса Южной Осетии Гурам Гагиев снова приглашен в состав юношеской сборной Российской Федерации. Как сообщает заместитель директора школы бокса Южной Осетии Ирбек Кукоев, то 18 февраля Гурам Гагиев будет участвовать в тренировочных сборах сборной команды Российской Федерации, которые проходят в Ленинградской области. А с 18 по 24 у сборной будут матчевые встречи. Тренером Гагиева является Атсамас Дигоев. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуэева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Атсамас Дигоев